МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время вечерних новостей. Самые важные события этого дня представят в выпуске мои коллеги-журналисты телеканала Астрахань-24. Я, Виктория Соколова. Кардиоцентр будет принимать жителей региона с острым коронарным синдромом, минуя административные барьеры. Пациентов будут доставлять на скорой. Таким образом, еще полторы тысячи жителей региона смогут получить помощь по федеральным квотам. На территории кардиоцентра построят еще один корпус. Он будет реабилитационного профиля. Вопросы строительства обсудили губернатор Игорь Бабушкин и главный врач Центра сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Тарасов. Распоряжение о выделении средств на строительство корпуса более 2 млрд рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В стационаре врачи будут помогать пациентам, которые перенесли операции, быстрее возвращаться к привычному образу жизни. Будет построен такой же корпус, 20 тысяч квадратных метров. Это будет реабилитация современная. Мы будем восстанавливать детей, начиная с килограмма, кончая взрослыми людьми. Поэтому это очень хорошо, что это будет законченный цикл. И мы не будем пациентов отправлять в другие учреждения. Они будут прямо восстанавливаться здесь. В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация. Строительство начнется в следующем году. Кроме того, на базе клиники может появиться Центр трансплантации сердца. Главный врач Дмитрий Тарасов обратился к губернатору с просьбой помочь в продвижении этого проекта. Мы должны будем обратиться в федеральное правительство для того, чтобы получить поддержку и чтобы было принято решение о том, что такой центр должен находиться именно здесь. Потому что это логично, исходя из тех мощностей и возможностей, которыми располагает этот уникальный центр. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии был построен в Астрахани в 2009 году в рамках нацпроекта «Здоровье». Большую часть операций здесь проводят малоинвазивными методами. За 11 лет здесь провели около 70 тысяч операций. Из них более 20 тысяч – жителям Астраханской области. Покупать лекарства стоит особенно внимательно, если речь идет о покупке биологически активных добавок на интернет-ресурсах. Об этом напоминают в МВД. В ведомстве разработали памятку, как приобретать лекарства и БАДы в иностранных интернет-магазинах. Препараты могут содержать сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России. Ну а на фоне непростой питобстановки многие ринулись укреплять иммунитет. О том, как действовать грамотно в сети, поговорим с членом Общественной палаты России Артемом Кирьяновым. Артем Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотим услышать ваше мнение, как заказывать добавки онлайн, чтобы на почте не нарушить законодательство и чтобы не пришлось отвечать на неудобные вопросы или давать показания. Чуть ниже телефон поднимите на вас, отцентруйте. Ну вы знаете, я бы так сказал, что сегодняшний день, он характеризуется такой повышенным стрессом. И все, что люди, может быть, никогда даже в жизни не использовали, но сегодня предъявляют в интернете, они заказывают. Вот я бы здесь просто сказал так, по-простому. Не надо заказывать неизвестные добавки, не надо заказывать эти добавки за границей, потому что если есть действительно проблемы со здоровьем, которые решаются не лекарством, а добавками, то все в России уже создано и уже действует. Поэтому вот каких-то таких специальных историй с таможней, с пересылкой и с заказами за границей, их должно быть меньше. Ну потому что это тяжелая история, и действительно вот 200 евро заказали, а пришло на 300, и вот начинается такой бюрократический процесс. Причем все правы, кроме гражданина, который заказал, потому что он не прочитал условия сегодняшних заказов. Артем Юрьевич, памятка полезная штука? Неужели после публикации посетителей интернет-магазинов пойдут читать уголовный кодекс? Знаете, памятка полезная штука, это очевидно. Но памятки редко кто читает. Вот, ну, признаюсь откровенно, когда мне приходят в социальных сетях, на Фейсбуке какие-то памятки, я их совершенно точно не читаю, максимум пролистываю. Поэтому для людей это, конечно, тяжелая история, и надо заниматься отдельно, ну, скажем так, информированием, пропагандированием, и в том числе по лекарственным средствам. Если бы в Астрахани отдельно была бы программа по тем средствам и лекарствам, которые надо или не надо заказывать, и которые можно купить, на самом деле, подавляющее большинство лекарств, добавок, можно купить в регионе, то это было бы здорово. Спасибо, Артем Юрьевич. Я напоминаю, с нами на прямой связи со студией был член общественной палаты России Артем Кирьянов. Новый антирекорд в России по числу заболевших коронавирусом. Астраханская область в числе регионов, где за сутки выявлено большое количество случаев заражения. У нас 122. Зарегистрированы три летальных исхода. Житель города Астрахани 71-го года рождения. Четыре дня находился на самолечении. Компьютерная томография выявила двухстороннюю пневмонию. Мужчину доставили в инфекционный госпиталь АМОКБ. Состояние ухудшалось. Пациент скончался 26 августа. Женщина 54-го года рождения с признаками коронавирусной инфекции тоже была доставлена в ковидный госпиталь Александра Мариинской больницы. Несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась 26 августа. И в тот же день не стала жительница Астрахани 48-го года рождения. С признаками коронавирусной инфекции ее госпитализировали при анимации АМОКБ. Спасти пациентку не удалось. Заключительные диагнозы коронавирусной инфекции поставили в патолого-анатомическом бюро после проведения исследований и РЦР-диагностики. К этому дню в регионе зарегистрировано 164 летальных исхода пациентов с COVID-19. Более 3000 астраханцев находятся сейчас на амбулаторном наблюдении. Теперь, помимо осмотра на плановом приеме у врача, за их состоянием ежедневно следят еще и в телефонном режиме. В регионе работает новый центр мониторинга за амбулаторными больными. Одним из первых пункт центра открыли в городской поликлинике номер 5. Кто консультирует больных и как это облегчает работу врачей в нашем следующем репортаже. Присутствует кашель? Кашель, да. Какой кашель? Сильно кашель. Уточнить симптомы и зафиксировать жалобу на самочувствие. Это лишь малая часть работы ординаторов нового центра мониторинга. Молодые специалисты должны собрать полный анамнез и выяснить, не ухудшилось ли состояние пациента. В экстренном случае срочно сообщить лечащему врачу. И все это в телефонном режиме. Некоторые просто одни находятся дома и не с кем им обращаться или вообще не имеют какой-либо другой связи с родственниками. Когда я звоню, они радостные, говорят, хорошо, что вы о нас думаете. За один день ординаторы совершают около 200 звонков. Они дистанционно наблюдают за состоянием здоровья не только больных коронавирусом, но и контактных, а также пациентов с диагнозом пневмония. В таком режиме работает каждый пункт центра мониторинга. Постепенно их разворачивают во всех городских медучреждениях. Первыми работать начали в поликлинике номер 5. Здесь под наблюдением находится более 600 пациентов. При этом дистанционный мониторинг не заменяет личный осмотр, а лишь дополняет систему контроля. Помощь сейчас очень важна, потому что это позволяет на какое-то время хотя бы разгрузить наших докторов, потому что в ежедневном интервете пациентов, конечно, в первую очередь не страдает качество оказания помощи наших пациентов. И доктора, благодаря новым молодым специалистам, могут сейчас своевременно отреагировать на прогрессирование заболевания, узнать о самочувствии пациента. За состояние здоровья пациентов с COVID-19 слезят студенты Астраханского медуниверситета. Это дает им возможность получить опыт, который пригодится в работе. Сейчас в городских поликлиниках работает более 60 врачей-ординаторов. Мы пока подключили терапевтов, тех, кто непосредственно близок именно к этой специальности, к этой работе. Мы будем вовлекать ординаторов и других специальностей для того, чтобы оказать помощь практическому здравоохранению и чтобы ребята получали все-таки практический навык. Постепенно система планирует запустить и в областных поликлиниках, а также в детских медучреждениях. Но пока ординаторы работают только со взрослыми, которые находятся на домашнем лечении. Работа с родителями заболевших детей требует особой подготовки. Анастасия Анферова, Виктория Соколова, Алексей Якупов, Центр новостей. А теперь к другим темам. Запах гари, который сегодня накрыл город, пришел из водноболотных угодий в раскатной части Каспийского моря. Там сегодня обнаружено возгорание. Ну и поскольку ветер сегодня восточный, запах гари чувствуется на территории города Астрахани, Володарского, Красноярского, Наримановского и Приворского районов области. Так объясняют происхождение неприятного запаха в региональном управлении МЧС. Вот кадры мониторинга. Специалисты отслеживают обстановку на сопредельной территории с республикой Казахстан и Калмыкией. Астраханцы могут принять участие в большом этнографическом диктанте. Он пройдет в онлайн-формате с 3 по 8 ноября. Это возможность проверить свои знания о народах, проживающих в России. Проект поддерживает губернатор Игорь Бабушкин. Задания будут опубликованы на официальном сайте проекта. Для участников разработаны 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих на территории страны. Вопросы разделят на два блока. 20 на проверку общих знаний и 10 региональных, уникальных для каждого региона. На выполнение всех заданий отводится 45 минут. Итоги подведут ко дню Конституции 12 декабря. Астрахань на несколько дней стала центром притяжения журналистов и блогеров. Здесь подводят итоги окружного этапа всероссийского конкурса «Смиротворец». Поддержку форуму оказала администрация губернатора и Министерства культуры и туризма Астраханской области. Гостей из Ростова-на-Дону, Крыма и Краснодарского края сегодня утром принимали на площадке АГУ. В первый день работы окружного этапа конкурса участники обсуждали тему продвижения регионального бренда. Елена Ролем послушала. Этническая идентичность вот на что делают ставку спустя 12 лет организаторы форума. Об этом публикации сюжеты, проекты, блоги и программы всероссийского конкурса «Смиротворец». Многонациональность против мононациональных регионов и это тоже тенденция. Главное в этом многообразии тем и смыслов найти эксклюзив, то что определит лицо отдельно взятого региона и раскроет суть. Поиск ведут в Краснодаре и Крыму, в Ростове и Астрахани. Региональный бренд ищут и находят внутри отдельных городов Черноморского побережья. Вот, допустим, сюда вот мы приехали, да, вот в «Смиротворцу». Мы участвовали с программой, мы делали ее о коренном народе вот этого места, где мы живем. Это адыги, причерноморские шапсуги. Это исторически их земля. И вот мы, столкнувшись вот с ними глубоко, погрузившись, где-то месяц мы снимали, мы были сами поражены, насколько это бесконечная тема, даже хотя бы на примере одного народа. Юг России здесь исторически и этнически переплелись десятки народов и народностей. В этой россыпи самоцветов журналисты и блогеры стараются увидеть что-то очень индивидуальное. Сложнее всего сломать стереотип и пойти чуть дальше, нежели народная молва, формируя новые ассоциативные связи. Крым, к примеру, это не только мост, отпуск, вино и горячее солнце. У нас даже есть, например, фестиваль «Инжир». У нас также вот славится наш регион «Инжиром», где посвящают, что можно сделать с «Инжиром». У нас есть «Ялтинский лук» знаменитый. У нас был фестиваль «Ялтинского лука». Мы делали с него варенье, пироги. У нас, если это лаванда, это не только косметика, это тоже, что можно, и как можно лаванду использовать. Отдельным блоком в номинации конкурса стоят студенческие работы. Первые пробы начинающих журналистов. Студентка АГУ Саида Аминова своим 7-минутным видео внесла ясность в вопрос национальной идентичности астраханцев. 20 костюмов, 20 народностей. За полгода свыше полутора тысяч просмотров. У нас в Астрахани все помещалось. То есть, кто-то перенял из другой нации другие движения, танцы, какие-то костюмы. А тут все стало на свои места, и людям стало понятно, к какой национальности относится тот или иной костюм. Блогеры — отдельная тема и отдельная номинация конкурса межэтнической журналистики «Смиротворец». В жюри проделана колоссальная работа, отсмотрены тысячи страниц интернет-контента. И порой сложно понять и еще сложнее оценить работу профессиональных журналистов и любителей. Речь прежде всего о том, как это сделано. Огромный разрыв можно наблюдать и на уровне просмотров. У блогеров он на порядок выше. Я думаю, что вот это повод вообще всем журналистам задуматься и посмотреть, хотя бы посмотреть на темы, которые поднимают блогеры и которые вот такой отклик имеют у людей, у молодежи в основном, наверное, которые их читают. Потому что, мне кажется, что мы можем это делать и делать не хуже, а даже лучше. От молодых, креативных и смелых ждут новых идей. Здесь, на конкурсе межэтнической журналистики «Смиротворец» есть возможность найти свою нишу и создать новый бренд отдельно взятого региона. И для этого не обязательно иметь огромный опыт в журналистике. Сейчас достаточно телефона и камеры, чтобы тебя увидели, заметили и запомнили. Элеонор Лим, Эльдар Морозов, Центр новостей. Шестерых осетров отпустили, они были живыми. Тушки еще трех краснокнижных забрали на ответственное хранение. Таков результат рейда, который провели сотрудники Волгокаспийского управления Росрыболовства. Так, осетр. Выпуск в живом виде. Вестерство средообитания. Рейд проводили на территории Камызиакского района в северной части Каспия. Инспекторы изъяли 15 сетей. Их общая длина 750 метров. Живую рыбу вернули в средообитание. Погибшую будут хранить, пока не установят владельцев сетей в морозильных камерах Кировского рыбзавода. Делом теперь занимаются сотрудники полиции. В Генатаевском районе планируют построить завод по производству томатной пасты. Администрация района подготовила участок для строительства второй очереди предприятия АПК «Астраханский». Также в районе предполагается полный производственный цикл выращивания томатов и их последующая переработка в пасту. Сейчас специалисты агропромышленного комплекса занимаются проведением агрохимического анализа почвы, чтобы определить ее плодородность. Окончательное решение о сроках реализации проекта будет принято в следующем году. Отмечают в региональном Минсельхозе. Ранее сообщалось, что в Янатаевском районе будет выделено порядка 7 тысяч гектар для высадки томатов и строительства перерабатывающего производства. Объем инвестиций во вторую очередь завода АПК «Астраханский» оценивается в 6 миллиардов рублей. На производстве планируют создать 400 новых рабочих мест, часть из которых сезонные. В Госдуме предложили отбирать животных за жестокое обращение, а также штрафовать нарушителей. Такой пункт депутаты предлагают прописать в Кодексе об административных правонарушениях. Кроме жестокого обращения могут быть и другие причины для конфискации животных. Например, если питомец включен в перечень животных, запрещенных к содержанию. Подробнее об этой теме поговорим с членом Общественной Палаты России и заместителем председателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Олегом Дубровиным. Он на прямой связи со студией. Олег Владимирович, добрый вечер. Добрый день, коллеги. Сейчас за жестокое обращение с животными установлена лишь уголовная ответственность. Но если инициатива пройдет, то насколько серьезными должны быть штрафы? Я думаю, что штрафы должны быть очень серьезными. Вы знаете, к сожалению, судебная практика складывается таким образом, что привлечь к ответственности лицо, которое жестоко обращается с животным, очень сложно. Огромное количество отказных материалов и только единичные случаи привлечения лица к ответственности. Это та практика, которая сложилась на территории Челябинской области, но я думаю, что она идентична на территории всей России. А как же отследить вот это жестокое обращение? Есть ли какие-то способы? Продумывают их уже? Ну, наверное, точно так же, как и любое другое преступление. Фото, видеофиксация, свидетельские показания, ну и другие, соответственно, доказательства жестокого обращения. Конфискация животных это серьезная мера, которая требует дополнительных затрат, например, на дальнейшее содержание питомцев. Ведь на многие регионы это наложит соответствующую нагрузку. справятся ли они без дополнительной поддержки, на ваш взгляд? Ну, я думаю, на самом деле, это будет не самая большая нагрузка по причине того, что в каждом из регионов существуют приюты для животных, существуют места для содержания тех животных, которые отловлены на территории того или иного муниципалитета. Есть правила содержания, есть, соответственно, специальные организации, которые этим занимаются. Я не думаю, что количество животных будет превышать количество тех животных, которые они отлавливают из обычной среды. А тут понятно, с кошками, с собаками, как насчет тех животных, которые считаются экзотическими или запрещенные к содержанию? Им же нужны особые условия, нужны особые специалисты. Не во многих регионах такие есть. Ну, например, в Челябинской области есть известный ветеринар «Коренделлокян». И он известен на всю Россию. Он лечит самых разных животных, начиная от тигров и заканчивая птицами. У него это очень хорошо получается. С его предприятием есть контракт у Министерства экологии на помощь данным видам животных. Поэтому я думаю, что эта практика должна существовать и в других субъектах. Я думаю, что Челябинск не исключение исправен. Спасибо, Олег Владимирович. На прямой связи со студией был заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин. Астраханские туроператоры побывали на международной выставке делового туризма в Москве и планируют открывать новые направления из Каспийской столицы. Они вошли в список предпринимателей сферы сервиса и туризма, которые в этом году сотрудничают с Центром кластерного развития. Он работает по системе «Мой бизнес». Какую поддержку получает туризм, который оказался одной из уязвимых отраслей экономики в нашем репортаже? Несколько дней Ольга Мухтидинова мониторит туристические места Республики Чечни. Уже в ноябре она собирается открывать в своем агентстве новые маршруты из Астрахани в этом направлении. На разработку очередного туристического продукта натолкнула командировка. Мы вернулись с бизнес-миссии в Республику Чечня, в город Грозный, где мы познакомились с объектами туристической сферы именно этого региона, ознакомились с гостиницами. Поездка состоялась благодаря поддержке Центра кластерного развития, в который Ольга обращается уже не в первый раз. Недавно она вместе с другими коллегами побывала на международном форуме выставки делового туризма в Москве. Это позволило агентству расширить спектр услуг, познакомиться с потенциальными клиентами, которых теперь ожидают в регионе. Получив заявки, уже формируем непосредственно поездку на выставку в тот или иной регион. От нашего центра необходимо будет подготовить именно выставочную площадку. Это идет из федеральных средств бюджета. Выставочная площадь может быть около 15 тысяч один квадратный метр. Поэтому действительно не всегда предпринимателю по карману такие расходы. И наш центр берет все это на себя. Центр помогает малому и среднему бизнесу. В сфере сервиса и туризма поддержку в этом году получили полсотни предпринимателей. Это не только владельцы туристических фирм, швейных мастерских и гостиничного бизнеса, а также рестораторы. Все предприниматели обращались в Центр кластерного развития за консультациями и поддержкой. Среди них и генеральный директор кассового агентства Бауржан Коканов. С учетом всех ограничений, действительно помог сэкономить средства для рекламы, для информирования всех заинтересованных лиц, пассажиров, клиентов наших и граждан Астраханской области о том, что мы оказываем услуги, мы существуем. В пандемии услуги агентства особенно актуальны. Многие пассажиры, которые приобрели билеты онлайн, не могли вернуть их из-за перегрузки служб поддержки. А те же, кто воспользовался услугами агентства, получили свои деньги в короткие сроки. И мы могли оказывать услуги людям, в том числе по возвратам. Связывались с авиакомпанией, был действительно пистанический труд проведен по поводу возвратов, но справились и вернули практически, ну, не буду, конечно, кривить душой, но около 80% билета было возвращено. Как показала практика, информационная и организационная поддержка – одна из востребованных услуг Центра кластерного развития, особенно в период пандемии, когда сфера сервиса и туризма стала одной из наиболее уязвимых отраслей экономики. Виктория Соколова, Тимофей Кухарчук, Олег Райда, Центр новостей. Как это все новости к этому часу. Оперативно они обновляются на нашем сайте astrohancr24.ru Мы всегда открыты для связи. Пишите и звоните нам по телефону, который видите на своих экранах. А я желаю вам хорошего вечера. Увидимся на Астрахань-24. 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 Астрахань-24.